Данио Одни из популярнейших рыб не только в мире аквариумистики, но и в генетике. На этих рыбках испытывают новые препараты, которыми в дальнейшем пользуемся мы с вами. Как бы это удивительно не звучало, но над этими рыбами проводятся эксперименты. Более того, считается, что именно Данио были первыми рыбками, побывавшими в космосе. Многие знают о том, что на сегодняшний день запрещено вносить изменения в гены животных и людей. И допустимо это лишь в лабораториях и в качестве экспериментов. Но почему-то этот закон не писан для некоторых видов рыб. И конечно же Данио стали одними из первых генномодифицированных рыб, которые поступили в продажу. Хотя во многих странах продавать таких рыб запрещено, но в нашей стране таких рыб продают. И на птичьих рынках, и в магазинах. В ДНК Данио встроены белки медузы и коралла. И именно поэтому Данио ГМО или Глоуфиш такие яркие и желанные для многих, в основном начинающих, аквариумистов. В целом же рыбки Данио очень выносливые и неприхотливые рыбки. А о том, как создать этим рыбкам достойные условия, мы сейчас и поговорим. Данио не содержит по одной. Всю свою красоту они раскрывают в стае. Поэтому ориентируйтесь на 6-10 особей минимум. Объем аквариума можно легко рассчитать, если ориентироваться на простое правило. На каждый сантиметр рыбы 1 литр воды. Например, одна рыбка имеет размер 3 сантиметра. Значит, на одну рыбку должно быть минимум 3 литра воды. Стайка из 10 таких рыб займет 30 литров воды. И так далее. Но когда объем аквариума от 100 литров, плотность посадки можно увеличить. Помните о том, что этим рыбкам не так важна глубина аквариума, как длина. Идеальная температура воды в аквариуме для многих представителей Данио от 20 до 27 градусов. Для того, чтобы эту температуру поддерживать постоянно, желательно в аквариуме установить обогреватель. Для успешного содержания Данио обязательно установите фильтр. Для маленького объема легко подойдет внутренний фильтр. Не забывайте и про аэрацию воды. В противном случае Данио просто не выживут и погибнут. Помимо этого, раз в неделю необходимо делать подмены воды на свежую и желательно отстоявшуюся. От 15% до 30% от общего объема аквариума. Лучше всего подменивать воду с помощью сифона. Благодаря такой подмене со дна убираются твердые отходы и осадок, которые пагубно влияют на показатели воды и, соответственно, на состояние здоровья этих маленьких рыб. Как будет оформлен аквариум для Данио особого значения не имеет. Тут уже играет роль ваши вкусовые предпочтения. Могу лишь добавить, что Данио смотрится особо красиво, когда на дне аквариума темный грунт или натуральный песок. И много живых растений. Не стоит в оформлении аквариума использовать яркие цвета. Например, разноцветные гроты или цветной грунт. В таком случае рыбки будут сливаться с оформлением и не будет притягивать взгляд наблюдателя. Стоит затронуть и показатели воды. Значение pH от 6 до 8, а жесткость воды должна быть от 5 до 19. Данные показатели измеряются с помощью тестов, которые легко можно найти в любом профильном магазине или даже в группе ВКонтакте пар аквариумистика. Большую часть времени Данио проводят в верхних и средних слоях воды. Если подбирать освещение для аквариума с этими рыбками, то лучшим вариантом будет слабое освещение до 25 люминов на литр. А если освещение уже есть и достаточно мощное, то можно использовать плавающие растения. Это и для аквариума полезно, и освещение будет приглушенным. В стайке Данио четко выражена иерархия. Для того, чтобы это увидеть, стоит просто немного понаблюдать за их жизнью. Вообще, эти рыбки очень активны, но при этом считается, что они миролюбивые и не задиристые. В какой-то степени это действительно так. Но обычно в стайке Данио есть одна-две особи, про которые так сказать нельзя. Всегда находится Данюшка, которая задирает своих собратьев и других жителей аквариума. Например, безобидных креветок. Возможно, таким способом в своей стае такая Данио демонстрирует свой авторитет. Но в целом, это действительно мирная и безобидная рыба. Ее легко можно содержать с другими видами Данио и любыми другими некрупными и неагрессивными видами рыб. Например, гуппи, разборы, тетры и прочие. Данио демонстрирует свой авторитет Аквариума, в котором живут Данио, всегда свободна. Поэтому донные рыбки всегда приветствуются. Например, коридоросы. Они не просто впишутся в компанию, но и остатки пищи со дна будут убирать. Любые виды улиток также будут мирно сосуществовать. А вот с креветками вопрос спорный и неоднозначный. У одних уживаются хорошо, а у других вообще не уживаются. Основываясь на своем личном опыте, скажу так. Если содержать с мелкими креветками, например, черри, поначалу Данио пробует поймать креветку. Даже пробует на вкус. Но в дальнейшем их не трогают. Однако поднять молоть не дают даже при большом количестве растений и в частности мха. С хищной рыбой и с крупными, пусть даже мирными рыбками содержать Данио не стоит. Они могут стать легкой добычей и использоваться в качестве корма. Не стоит содержать этих рыб и сраками, невзирая на их активный характер. Продолжение следует... В питании Данио неприхотливы и непривередливы. Однако нужно учитывать, что размер корма должен быть достаточно мелким, примерно с глаз рыбки. Лучшим кормом для молодей является инфузория, циклоп и артемия. По мере роста можно давать дафнию и мотыль. Не брезгуйте и качественными, сухими кормами от известных производителей. Корма премиум класса уже полностью сбалансированы и содержат все необходимые для полноценной жизни и здоровья рыбки веществами. В первую очередь обратите внимание на корма, которые плавают на поверхности. Это могут быть как хлопья, так и чипсы. Если Данио останутся голодными, они способны отвоевать таблетку у Сомика и оставить его голодным. Если корм, который вы дали за 3-5 минут был не съеден, это значит, что даете корма очень много. Очень хорошо, если его подъедят другие аквариумные жители. Если этого не происходит, то оставшийся корм необходимо удалять вручную, дабы не испортилась вода в аквариуме. При достойном содержании и кормлении эти рыбки могут прожить 4, а иногда и 7 лет. Но не забывайте и про профилактику болезней. Никогда не позволяйте лезть в аквариум с немытыми руками. Все предметы, которые опускаете в аквариум, должны быть обработаны, а если это не пластик, а коряги или камни, то лучше вообще прокипятить. На самом деле есть тысячу причин, от чего рыбка может заболеть. А о том, как лечить рыб и какие лекарства бывают, смотрите в других видео на канале ПАР. Ссылку на видео про болезни рыб оставлю в описании под этим видео. Ссылку на видео Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok